всем привет вы на канале есть вопрос и сегодня у нас для вас новая игра я задам вопрос а вы ответите в комментариях что же на самом деле происходит у вас у кого конструктор лежит дома и пылится без дела напишите в комментариях я думаю что таких будет если не все то большинство почему так говорю потому что знаю многие мамочки ко мне приходят с вопросом что дома все завалено игрушками а и ребенок него что не играет и мы не знаем как применить как найти новый какой-то способ игры потому что старый ребенку уже надоел так вот сегодня я покажу вам игру как использовать блоки конструктора для того чтобы развить у ребенка логическое мышление цветовое восприятие и многое многое другое давайте начнем что нам для этого понадобится для этой игры нам понадобится наш любимый лист бумаги но в данном случае я предлагаю брать лист не формата 4 а формата побольше моем случае это формата 3 можно вообще сделать допустим игру большую и соответственно использовать для этого ватман но формат а3 соответственно подходит достаточно оптимально идеально для этой игры и сегодня я буду использовать именно его еще нам понадобится соответственно блоки конструктора вот такого вот плана да такие вот кубики и еще карандаши которые соответствуют цвету этого конструктора то есть моем случае если это будет вот голубой оранжевый синий то все эти цвета представлены у меня в виде карандашей в чем заключается собственно игра мы с вами берем блоки конструктора и выкладываем с помощью них какое-то изображение оно может быть любое абстрактное если допустим ребенок еще маленький либо наоборот ребенок уже взрослый и знает хорошо буквы то мы допустим делаем абстрактное изображение а немного позже я покажу вам второй вариант этой игры которую можно использовать при изучении с ребенком букв то есть помочь ему в освоении этой непростой темы и так в данном случае мы вот таким вот образом выложили с вами изображение что-то на подобии солнышка теперь что нам нужно нам нужно использовать карандаши обводить эти блоки цветами соответствующими цвету кубика да то есть если у нас кубик зеленый мы обводим зеленым если у нас кубик красный мы обводим красным но соответственно со всеми остальными цветами все проделаем все то же самое вот такое импровизированное солнышко у нас с вами получилось когда ребенок приступит к заданию то перед ним будет именно вот такое схематичное изображение и блоки конструктора которые вы для него приготовили задача ребенка разложить изображение которое нанесено на бумагу да с помощью кубиков по цветам соответственно и потому как они расположены на листе в пространстве да то здесь мы развиваем пространственное мышление у ребенка здесь мы развиваем соответственно цветовое восприятие если ребенок хорошо знаком с цветами он справится с этим заданием легко если нет то соответственно мы разовьем умение различать цвета соотносить допустим зеленый цвет конструктора зеленым цветом карандаша и правильно выполнить это задание следующий вариант который я вам уже обещала и конечно же его покажу это вариант с использованием конструктора для изучения букв в чем нам может помочь вот такое визуальное до восприятие и визуальное изображение с помощью конструктора и с помощью схем схем на бумаге это в том что наглядность как я вам уже говорила она во многом помогает ребенку быстрее и эффективнее изучить любую тему в том числе то который мы сегодня с вами говорим каким образом мы помогаем ребенку в этом и что нам для этого нужно мы таким же самым образом как предыдущий раз раскладываем конструкторов но так чтобы из него получалась какая-то буква например в данном случае я изображу букву е вот таким образом это будет выглядеть если мы выставим конструктор сейчас я таким же образом все в виду и покажу как это будет выглядеть на бумаге у меня все готово схема буквы е на листке бумаги передо мной и соответственно таким же образом вы будете выкладывать ее перед ребенком и предлагать ребенку составить сначала эту букву из конструктора а потом ее назвать соответственно ребенок складывает букву соответственно цветам видит что за буква у него получилось и называет ее вам ребенку проще будет изучить букву вот таким вот образом поскольку ему видно как визуально она выглядит он соответственно руками до своими выкладывает эту букву и лучше понимает ее состав как она устроена и в голове образ этой буквы у него запечатлится гораздо лучше нежели если бы вы просто показали эту букву на письме например букваре как вариант можно разнообразить эту игру и предложить ребенку самому нарисовать для вас какую-то букву когда ребенок уже достаточно хорошо допустим изучил часть букв и уверен в том что он сможет это изобразить самостоятельно то есть вы даете ребенку задание нарисуй для меня какую-то букву которую ты хочешь чтобы я отгадала и ребенок таким же образом берет кубик обводит пусть это будет не идеально пусть это будет немножко криво косо но в целом я думаю что вы справитесь с этим заданием когда ребенок его закончит для вас изображать схематично вот с помощью такой простой интересной игры мы с вами дали новую жизнь конструктор который возможно долгое время где-то лежал без дела если вдруг у вас есть какие-то другие варианты модификации такой игры либо вообще абсолютно новые варианты игр с конструктором мы будем рады если вы поделитесь ими в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на наш телеграм-канал у нас там всегда много всего интересного а на этом у меня на сегодня все пока пока